Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые гости, давайте начнем заседание. Тина Константиновна Нинашина защищает диссертацию по теме анализа и разработки современных интеллектуальных методов моделирования системы принятия решений. По специальности 05.13.01 системный анализ, управление, обработка информацией, информационные и технические системы, технические науки, диссертация на соискание ученой степени кандидатов технических наук. Ведущая организация МИИД, Российский университет транспорта. Дальше я передаю слово ученому секретарю, который прогласит оставить сведения перед докладом. Коллеги, доброе утро. Итак, по диссертации, диссертантам на соискание ученой степени кандидатов технических наук. Представлены следующие документы. Первое. Диссертация, которая была опубликована на сайте МФТИ аж 100 апреля 2018 года, что соответствует протоколу и положению об осуждении ученой степени МФТИ. Автореферат был также опубликован 6 апреля 2018 года на сайте МФТИ и находится в полуопечном доме. Представлен отзыв на ученого руководителя, заключение организации, где проводилась апробация диссертационного исследования, это Московский физико-технический институт. И также представлено заключение второй организации, где выполнялась апробация, это институт радиоэлектроники имени Котельникова. Помимо основных документов, представлены следующие документы, требуемые по выражениям о присуждении ученых степени МФТИ. Первый отзыв от оппонента, от кандидата физико-математических наук ИПИ имени Харкевича. Второй отзыв представлен доктором технических наук, ученым доктором ООНИАС. Представлены два акта о внедрении, результаты диссертационного исследования, протокол о приеме к защите. Конечно же, представлены как сведения о ведущей организации, так и ее отзыв. Кандидатские экзамены сданы диссертантом на отлично, как история, философия, науки, так и иностранный язык, так и экзамен по специальности, системный анализ, управление и обработка информации. Соответственно, все документы, которые представлены диссертантом, соответствуют положению о присуждении ученых степени МФТИ. Все отзывы, которые представлены, данные с положительным заключением, что позволяет нам принять диссертацию к защите и провести данную защиту. По поводу протокола сегодняшней защиты и слушания, докладчику отводится 20 минут на это вставление. Затем мы озвучиваем замечания по диссертационному исследованию, по авторитрату и по основной диссертации. И затем ответы на дополнительные вопросы членов экспертного и диссертационного совета. Затем голосование и дальше по протоколу. Тогда, с Вашего разрешения, давайте начнем. Я прошу прощения, поскольку процедура только обкатывается. Скажем, есть ли какие-то вопросы по плану и протоколу нашего СИИ? Мы забыли сказать, что перед голосованием выступление. Конечно, да-да-да. И условно. Какие-то дополнительные вопросы к элементарии, заключения? Тогда позвольте на чате Инна Константиновна, у Вас есть 20 минут. Удачи! Здравствуйте! Мое исследование посвящено моделирование транспортных потоков и алгоритмов оптимизации на железнодорожном транспорте. В последнее время большое внимание уделяется созданию и развитию инспекторных систем управления в сфере транспортных коммуникаций. Одной из проблем решения подобных систем является создание эффективных расписаний для регулирования перевозочного процесса. Данная задача является одной из самых важных задач на железнодорожном транспорте, так как это ее решение полностью зависит от эффективности использования соответствующего локомотивного парка, а также зависит от работы всех подразделений РЖД, участвующих в организации перевозочного процесса. На сегодняшний день существующая система подобная не позволяет учесть системное отобразие ограничений, возникающих в ходе планированных перевозок. Обрабатывая данную информацию вручную, занимает очень много труда и не способствует эффективности детства после РЖД. Существующие системы создавались десятки лет назад, и поэтому их функционалы и архитектура не удовлетворяют поставленным ограничениям и требованиям не способны обеспечить поддержку принятия решений и управления производственными процессами в режиме реального времени. В данных условиях возрастает актуальность разработки интеллектуальной системы управления, способные планировать движение по итогам содержания теговых ресурсов в режиме реального времени. Данная задача характеризуется сложностью, связанной с следующими факторами. Это конкурирующие участники планирования и определенность, большое объемное предметное знание, которое необходимо учесть, также большое количество ограничений, связанных с железнодорожной структурой, динамика концепции сильной связанности поездов. Учесть все эти ограничения в автоматическом режиме позволяют методы адаптивного планирования искусственного интеллекта, используемого в данной работе. Все уже сказанное определило проблему настоящего исследования. Это как построить систему поддержки принятия решений в сфере железнодорожного транспорта, которая бы, учитывая отключения данной сферы, выдавала эффективные решения по планированию груза и перевозок в режиме реального времени. Приступим к краткому описанию моей работы. Мое исследование, целью моего исследования, является создание объекта планирования эффективного расписания движения и обеспечения поездов тековыми ресурсами и построение систем управления перевозочным процессом на основе созданных методов. Предметом исследования является планирование движения поездового содержания тековых ресурсов объектом производственного процесса управления тековыми ресурсами. В соответствии с данной целью, предметом и объектом были поставлены следующие задачи исследований, показанные на слайде. Данные задачи исследований были решены в ходе исследований, что обеспечило следующую научную навязку теоретическую и практическую значимость. Я не буду на этом задерживаться, так как это все есть в эфирате. Практическая значимость, скажу только, что моя система уже используется для автоматизации грузоперевоза международного транспорта и частично внедрены в опытную эксплуатацию на восточном полигоне и для транспортной системы типа H-Plan. На следующем слайде представлены положения вносимой на защиту. Перейдем к краткой характеристике структуры работы. Она состоит из пяти глав введения и заключения списка использованной литературы и трех приложений. В первой главе выявляется основной круг проблем, которые требуют решения по автоматизации. В второй главе посвящена анализу существующих подходов к построению интеллектуальных систем управления. В третьей главе посвящена решению задачи построения эффективного расписания. В четвертой решении задачи содержания теговых ресурсов на основной потребности, также под задачей моделирования пассажиропотока. В пятой задаче посвящена оценка эффективности построенных систем управления. Перейдем к рассмотрению третьей задачи. На данной посвящена планирование эффективного расписания грузоперевоза. Мы можем быть сформулированы следующим образом. Система в дальнейшем планировщик получает на вход следующие данные и, проанализировав все станции, на которых для поездов необходимо прикрепление новых теговых ресурсов, он формирует список поездов, требующих новых теговых ресурсов, и список доступных теговых ресурсов. Для поездов с первого списка необходимо обеспечить эффективное прикрепление теговых ресурсов из двух других списков, обеспечивая при этом наилучшую реализацию проблем управления перевозочным процессом, соблюдением технических регламентов по отношению к теговых ресурсам. Данная проблема может быть апоксимирована от задачи поиска глобального экстремума. Задача оптимизации в сфере жизнедорожного транспорта является достаточно другоемкой. Ее сложность связана с множеством ограничений из-за специфики жизнедорожного транспорта, поэтому применение классических методов в данном случае не всегда дает эффективный результат. Данная задача может быть определена на три подзадачи. Это планирование поездов, планирование ТПС и планирование ОВМ. Давайте рассмотрим эти подзадачи, а потом перейдем к методу используемого в работе. На данном рисунке представлено на тему графику движения поездов. По технологии поезда должны двигаться по ниткам вариального графика сформированным. Поэтому данную задачу можно представить следующим образом. На вход даются следующие данные, и необходимо прикрепить наилучшим образом каждый поезд на нитке вариантового графика. Причем по одной нитке на различных участках могут двигаться несколько поездов, и один поезд может двигаться по нескольким ниткам на разных участках маршрута. Следующая подзадача – это подзадача прикрепления локомотива к поездам. Она представлена на схеме. На вход подойдут следующие данные, и модуль необходимо сформировать привязку локомотива к поездам наиболее эффективным образом. Также сформировать задание на отправку локомотива к резерву на техническое обслуживание, при этом соблюдая, естественно, все ограничения по отношению к работе ДПС локомотива. Задача привязки локомотивных бригад ставится аналогичным образом. Переступим к методам, используемым на работе. Разработка состояла из следующих стайлов. Прежде всего были сформированы ограничения, потом произведена формализация задачи, и разработаны методы поиска эффективного расписания. На данном слайде представлены основные ограничения данной задачи, сформированные в исследовании. Этапы формализации включает в себя формирование функций полезности по строению моделей системы управления к грузоперевод trasum и постановке задачи «Оптимизация». Ключевым вопросом за этой constituей по основке задачи «Оптимизация», влияющей на постановку задачи «Оптимизация», а также на учет ограничений задачи является формирование функций полезности для пары «Локомотив» — «Локомотивный слот». В дальнейшем термин локомотивный слог будет обозначать абстражный план, на который нужно назначить локомотив для пересылки с производства или резерву. В ходе данного исследования были сформированы основные критерии функции полезности данного пары. К каждому из критерий ставится соответствие нормированное значение УК, после чего вычисляется по данной формуле функция полезности на какой-либо паре. Одна данная функция полезности учитывает далеко не все ограничения системы, из-за чего нужно было построить алгоритм, учитывающий остальные ограничения системы. Я не буду задерживаться очень много, так как у меня ограниченное время на алгоритме. Скажу только, что он состоит из решений трех подзадач. Подзадача планирования поездом учитывает основные ограничения по пропускной способности, приоритет в категории поездов, другие. По локомотивам учитываются ограничения в алгоритме состояния локомотивных схватов. Привязки локомотивов делаются по шести часовым интервалам отдельно по тягам печени. Привязки бригады делаются по трём часовым интервалам отдельно по тягам печени. Для каждой из такой траций решается задача о привязке соответствующих тяговых ресурсов к поезда. И данная задача является ключевой во всем исследовании, поэтому перейдем к методам ее решения. Данной задачей была создана задачей оптимизации. Ранее мы рассмотрели функцию полезности для одной пары локомотивов и локомотивных слов. Рассматривая оптимизацию прикрепления тяговых ресурсов к поезда на всём участке планирования, мы используем самарную целевую функцию, которая является суммой из всех планов пересылки. Эта функция является многомерной функцией векторного аргумента, вектор X какое-либо решение отдачи данных в привязке тяговых ресурсов к поезда. Тогда для решения данной задачи необходимо решить задачу поиска экстремальной самарной целевой функции заданными ограничениями. Эта задача целостичного программирования характеризуется с сложностью, неоднородностью и разрывностью целевой функции. Однако в некоторых случаях она может быть, когда не нужно учитывать дополнительные ограничения, о которых я скажу позже, она может быть сведена к задаче назначениям. Тогда в качестве исполнителя выбирается та сторона предложение, которое меньше на данной операции планирования, и в качестве работ придётся оставшаяся сторона. Перейдём к методам решения данной задачи. Специфика железнодорожной области усвоила необходимость выбора наиболее эффективного метода в условиях данных ограничений. Специализированные методы решения отдачи и назначения позволяют получить быстрое решение, однако они не способны удовлетворить дополнительные критерии планирования, из-за чего были разработаны другие методы целостичного программирования. Также специфика железнодорожной области облечёт за собой массовые ограничения, которые очень сложно учить, используя классические методы. В связи с этим в работе были использованы мультиагентные технологии. Тогда для каждого объекта ставится соответственно интеллектуальный агент, представляющий его интересы. И множество этих агентов переговариваются между собой, выдавая нам решения. То есть все планирование строится эволюционным путём в ходе переговоров сотен тысяч агентов, постоянно кооперирующихся и конкурирующих между собой. Рассмотрен специализированный метод сдачи назначения. Прежде всего был приведён сравнительный анализ данных методов, был реализован венгерский алгоритм методы аукционов, однако венгерский алгоритм показал недопустимую низкую скорость, в связи с чем был выбран метод аукционов. Основной идеей метод аукционов является введение цены для каждого слота. Тогда локомотив выбирает для себя наилучшую по полезности слот и считает выгоду от назначения себя на данный слот. Далее он формирует цену и говорит новую цену на данный слот. Причём идея формировки цены как раз включается идея выгоды. То есть если какой-либо другой локомотив захочет перебить его цену, он должен перебить именно на сумму выгоды, тогда суммарная функция валенности не понизится. Таким образом получается оптимальное решение. Формальные шаги алгоритма представлены на слоте. Для неприкрепленного локомотива выбирается наилучший слот. Вычисляется второе увеличение значения выгоды по следующей формуле. Далее вычисляется новая цена для слота, и если условие 4 выполнено, то локомотив назначается на слот, а предыдущее назначение сбрасывается. Эти шаги повторяются до тех пор, пока все локомотивы не будут назначены на слоте. Основным преимуществом данного метода является то, что он даёт точное решение за достаточно быстрое время. Он является одним из немногих поисковых методов, который доказывает исходимость к оптимальному решению. Однако он имеет и следующий недостаток. Прежде всего, его сложно адаптировать для многоверной задачи назначения. Также главным недостатком его является то, что существуют дополнительные критерии планирования, например, такие как соблюдение процентов заезда бригартов, дохода по приписке и другие, которые не позволяют учесть данный метод. В связи с этим был предложен другой метод поисковой целочисленной оптимизации – это алгоритм «Имитация логика». Основные идеи данного алгоритма подобны поведению атома металла, который подвигается вначале… который начали нагреваться, а потом подвигается медленным охлаждением. При данных условиях атомы металла стремятся завязать положение с минимальной энергией. Поэтому это позволяет рассчитывать и искать глобальную минимуму. При адаптации данного алгоритма к назначению перевязки теговых ресурсов поездам был предложен следующий алгоритм расчета нового состояния – это произвольная матрица полезности, выбирается произвольная координата матрицы полезности, и любые два назначения по этой координате меняется местами. Данный алгоритм не гарантирует сходить с глобальным экстремом, однако его случайное поведение позволяет приходить в состояние с более высокой энергией, что способствует выходу из локальных экстремов. Он доставляет очень удобную регулировку точности решения, может быть расширен для задачи многомерного назначения, легко адаптируется для уже вышесказанных ограничений задачи, и главным его недостатком является, естественно, его более медленная работа, чем алгоритм аукционов, однако это может быть увеличено использованием схемы больственного тушения, которая дает более высокую сходимость. А мы рассмотрели третью главу, кратко. Четвертую главу я не буду рассматривать очень подробно, потому что у нас нет времени. Я так и скажу, что для обеспечения теговых ресурсов в перевозочном процессе необходимо какое-то нормированное значение, сколько нужно теговых ресурсов в данный заданный период времени. Поэтому было поставлено еще под задачи прогнозирования пассажиров оттока, и использованные методы для этого более, для задачи содержания теговых ресурсов были использованы матиогенные технологии, поточный подход, а для прогнозирования потока в условиях неопределенности был использован нервничеоткий подход. Перейдем к пятой главе. Оценка эффективности работы построенных систем управления. Данные системы были протестированы на реальных данных с восточного полигона РЖД и частично внедрены в опытную эксплуатацию. Оценка эффективности включалась в последующие стадии. Это анализ выполнения специально разработанных автоматических тестов и работы алгоритмов его оптимизации, анализ качественных показателей работы системы и ввод в опытную эксплуатацию. Для начала, для того чтобы проверить маленькие ограничения, была создана упрощенная модель полигона. Она представлена на слайде. После чего уже было проведено тестирование реальных данных восточного полигона следующими характеристиками, показанными на слайде. Здесь представлена упрощенная схема восточного полигона, состоящая из четырех железных дорог. Перейдем к анализу эффективности. Перейдем к первому. На слайде представлены визуализированные результаты работы планировщика. Они были подвергнуты анализу выполнения разработанных автоматических тестов на реальных данных и работа алгоритм на решение задачи назначения. Перейдем к выполнению сценариев реальных данных. Здесь представлены характеристики планирования поездов. Как вы видите, характеристики более посчитаны для совпадения чётностей. Основные характеристики показывают хорошую работу и адекватный график поездов. У вас, членов совета в распечатках, есть еще табличка такая специальная, которая показывает допустимые значения для данных характеристик. Вы можете посмотреть эти допустимые значения. Мы можем прогнозировать их для планирования локомотивного регата. И убедиться в том, что все характеристики будут допустимыми значениями. Процент по подвязке между локомотивами и локомотивными бригадами составляет около 97%, что показывает хорошую работу планировщика и учет основных его ограничений. Данная работа на реальных данных составила 17 минут, что достаточно предъемлемый результат для данного оптимизации. Для оценки эффективности построенного алгоритма оптимизации было, как я уже сказала, предварительно было проведено исследование методов решения задачи на значениях. Оно было проведено на языке Agentspeak. После этого был выбран логарифм на назначениях акционов и реализован на языке Java. Также для дополнительных возможностей для учета дополнительных ограничений был реализован метод инициаций. Для начала здесь представлено сравнение работы ленгерского метода и метода акционов. Как вы видите, гривосходство для метода акционов во времени работы не вызывает никаких сомнений, поэтому он и был выбран для дальнейшей работы. Но он не позволяет учесть, как я уже сказала, все ограничения системы, поэтому был реализован метод имитации отжига. Сравним другие характеристики метода имитации отжига и методы акционов. Прежде всего, в оригинальной установке методы акционов не позволяют выдавать несколько решений. А метод имитации отжига может выдавать набор почти оптимальных решений, что очень удобно для последующего выбора наиболее эффективными технологами. Но метод акционов намного лучше ведет себя с узкими матрицами, тогда это намного более удобно использовать, если, например, на какой-то задаче много тиговых ресурсов имеется и мало поездов, так что здесь его удобно использовать. Во времени работы, естественно, преимущество метода акционов. Однако метод имитации отжига позволяет достаточно гибко регулировать точность получаемого решения. Тогда, если у нас есть несколько решений с почти одинаковым функцией болезности, мы можем уменьшить его время работы достаточно много. Но главным преимуществом метода имитации отжига является его возможность увеличения размерности задачи и решения четырехмерной задачи назначения, то есть одновременной подвязки и локомотивов под бригад, и бригад под локомотивы, и поездов под нитки. Хотя это, конечно же, социальное увеличение временной тапа. Следующим этапом был расчет качественных характеристик работы. На данном слайде представлена таблица с расчетом качественных характеристик и влиянием внешних факторов по них. Здесь представлено сравнение по дорогу расчета. Данные качественные показатели показали, что наш модуль позволяет улучшить эффективность использования локомотивного парка. Насколько он нам позволяет это сделать, я представлю далее. И в следующем этапе это введение на эксплуатацию. На данной схеме показана взаимосвязь модуля с другими модулями, которые работают в Центре управления теговыми ресурсами. Здесь показаны планы подвязки и планы пропуска поездов. Здесь показана именно подвязка какая там есть под локомотив. А также график движения локомотивов. Это снимки на фигуре с обеспечиванием. Также ввод эксплуатации планирования данного модуля предоставил улучшение эффективности по следующим показателям. Представлено на слайде. Я говорила про повышение производительности локомотивов. Как раз рассчитывали качественные показатели он. Увеличился на 130 крем-брута, что составляет 7% для данной системы. Так как я не рассматривала четвертую главу за неимением времени, я не буду рассматривать ее результаты. Если будет вопрос, то я отвечу на них. Мы перейдем к заключению. Этапу была разработана вероточная система управления переводочным процессом и предложен подход к моделированию транспортных потоков. Разработаны методы формализации задачи поставка роения эффективного расписания и учета ее ограничений. Также модель управления грузоперевозком построена на основе разработанных методов. Сформулирована задача оптимизации для поиска наилучшего расписания грузоперевозка, предложен ингредиент вариант использования метода локомного блога для ее решения. Разработана система планирования и содержания дековых ресурсов. Предположена гендерем четкая модель пассажира по току с использованием релокационных логовикам для параметрической модификации. Созданы стены управления, протестированы реальных данных и внедрены частично опытные эксплуатации на указанном полигоне. Спасибо за внимание. Спасибо большое за Ваше выступление. До того, как мы перейдем к следующей части, я хотел бы озвучить отзывы, которые поступили на работу и замечания, которые были по диссертационному исследованию и по самой работе. У нас все-таки, первый раз мы проводим, я бы предложил два варианта, как удобнее членов Диссовета ГУБА. Ведь все смотрели работу, написали свои вопросы, диссертант готовился к ответам. Сейчас какие-то дополнительные вопросы возникли, можно их сейчас задать или удобнее потом, когда она ответит на вопросы в отзывах. Хорошо, давайте тогда перейдем к отзывам. А из отзывов лучше, наверное, замечания прочитать? Да, да, да. Я думаю, что можно сами отзывы не оглашать, они все положительные. Важно замечания, которые были высказаны, и послушаем, что на это скажут. Инна Константиновна, давайте начнем, наверное, с отзывов, с замечаний, которые были сделаны идущей организацией. Идущей, хорошо. Первое замечание было связано с необоснованностью и нечетким обоснованием верификации разработанных моделей и методов. Да, я, к сожалению, не менее времени не смогла рассмотреть эту главу. Сейчас я представлю основные по ее разработке. Вопрос состоит в том, почему была именно выбрана модель Takajisujana Kanga. Вот здесь она показана. Преимущество модели Takajisujana Kanga является ее гибридный подход. То есть она содержит в себе и как нечеткие посылки, посылки где нечетких множеств, так и заключение в виде линейной функции. Таким образом она позволяет решать задачу идентификации динамических объектов в условиях именно неопределенности. Естественно, есть и другие модели. Я просто не стала ими удержать особо внимания, если так большого объема работы. Например, есть модель Makdani, которая содержит посылки и заключения об этом четких множествах. Но данная модель больше используется для поиска социальных связей в данных и также в анализе данных. Поэтому для нашей, и она не является динамической, поэтому для нашей рассматриваемой задачи, пассажиропотоков моделирования, она не подходит. Спасибо. Уважаемые члены диссерационного совета, есть ли какие-то комментарии, замечания по ответу до вкладчика? Константин, тогда вопрос номер два, который имеется в Корее это связано с общим взаимничанием по работе, связанным с длинными предложениями и их согласованностью. Я думаю, что в следующих исследованиях и своих вопросах вы это читаете. Есть одно из замечаний, связанное с большим количеством местных публикаций, где не всегда учтен, не указан личный вклад автора. Да, конечно же, у нас была коллективная работа, такая большая система не может построиться одной. Мой личный вклад был, например, в том, чтобы, я могу перечислить сейчас, если нужно, потому что формирование функций полезных, формирование ограничений, построение основного идеи созданного алгоритма. Также вся четвертая глава была построена мной, что содержали типовых ресурсов, что именно эта нереально четкая модель, естественно, при поддержке моего научного руководителя. Есть ли какие-то дыры пары? Окей. Окей. Тогда приступим к тем замечаниям и комментариям, которые были высказаны членами софтационного совета и компонентами. У вас есть список этих вопросов к комментариям о вашей работе? Давайте тогда по ним пройдемся, ответим и кратко рассмотрим. Давайте. Хорошо, спасибо. А, я сама, да, зачем? Да, если этого... Хорошо, пожалуйста. Спасибо. А с кого начать? Правильно просто. С вас, да? С начала. Хорошо. Ну, я тогда начну с твоего тема, да, Сергеевич? Вот. У него были поставлены очень интересные вопросы. Спасибо большое за его внимательное прочтение моей работы. Это действительно очень глубоко обнимаю работу. Это очень приятно. Вот. Например, первый вопрос. В диссертации делается акцент на применении алгоритма качмажа при построении идентификации моделей, например, пассажиропотоком. Чем вызван интерес автора диссертации к этому алгоритму? Сказал. Замечу сразу, что алгоритм качмажа используется во многих приложениях и часто бывает весьма эффективнее. Однако этот алгоритм не обладает фильтрующими свойствами, и поэтому его решения могут сильно зависеть от величины ошибок в моделях и уровня шумов данных. Для того, чтобы применять этот алгоритм в реальной задачи, надо быть уверенным в том, что в данных измерениях нет ошибок, и они весьма незначительны, потому что модель объекта полностью адекватна самому объекту. Тем не менее, алгоритм качмажа можно применять в случае неточных данных, если его оценка предупреждается от взвешенных умов среднений. Другая, от интернативного качмажа, взвешенный метод для меньших квадратов, обладающий как фильтрующим свойствами, так и способностью оследующей институциональной модели по раме при объектах. Благодарю за ваш вопрос. Да, естественно, изначально алгоритм качмажа вообще предлагался не за решение линейной системы уравнения. Однако, как вы правильно заметили, в реальной системе вы имеете в виду случайностей, это было рассмотрено как в ваших работах, как в работах ЧД и Упачника. Поэтому именно из-за того, что в реальных условиях нельзя погарантировать, что все данные характеристики детерминированы, то мы как раз произвели оценку работы алгоритмов в случае сходимости алгоритмов в случае случайных ходов. Для математического ожидания ошибки и идентификации были получены оценки сверху и снизу. Эти оценки фактически являются двешенными, поэтому они учитывают коррадиционные связи между случайными величинами как раз входными сигналами. Также наш алгоритм качмажа является релаксационным, в знаменателе был добавлен социальные коэффициенты не равны 0, поэтому это позволяет еще увеличить устойчивость алгоритмов. Ответ на данный вопрос. Что касается... Надо перейти все-таки к известному намешу квадрату в этой задаче. Помеха не справится. Ну, возможно, мы все в дальнейших разработках сравним как раз с решением. Следующее замечание касается раздела 4.4. Система моделирования и прогнозирования массажеров как составная часть задачи содержания языковых ресурсов, в котором транспортный поток описывается нелинейная армомодели с параметрами M и L. В работе не обсуждаются такие важные вопросы, как возможно устойчивость и неустойчивость модели, и вопросы определения величин параметров M и L. Замечу также, что в первой строчке формулы 4.4 в аргументах имеется несколько описок. К сожалению, описки я нашла. Но исправила, уже было поздно. Я согласна замечанию про устойчивость. В нашей работе было проведено исследование по сходимости алгоритмов даже при случайных входах, но не было проведено исследование по устойчивости. Это исследование по устойчивости достаточно сложно является, потому что даже для декриминированных систем она называет большие сложности, поэтому это как раз задело для будущей работы. В данной работе используется нервничеткая модель ANFIS, поэтому только окончательная часть, стоящая в правой части уравнения вывода напоминает данную модель. Поэтому определение вот этих параметров M и L, они как раз таки определяются в процессе работы этой модели ANFIS. Так что мы как раз учитываем определение этих моделей, и это описано в моей работе. Спасибо. Следующий. Вишневский Владимир Мировович. Спасибо за внимательное прочтение работы. Название кандидатской диссертации слишком обширное и больше подходит для докторской диссертации. Работа не нашли, посвящена исследованию в сфере дорожного транспорта, а так это не отражено в названии. Термин «современный» не следует использовать в названии в диссертациях метода обычной современной. Я согласна к вам с этим причаяниям. Пойдем к следующему. Для обоснования актуальности в работе указывается, что в настоящее время процедура планирования управления декового хозяйства имеет наимальный уровень автоматизации, в большей части производится вручную. Трудно поверить, что современное развитие впечатлительной техники и теории оптимального управления, это важнейшее для отечественного и зарубежного железнодорожного транспорта, решается вручную. Указанное подтверждение необходимо либо скорректировать, либо подробно обосновать. Да, действительно, в настоящее время, естественно, существует много информационных систем и автоматических систем управления данной области. Однако, как я уже сказала, большинство из них является информационными базами данных. И они уже разрабатываются давно. Поэтому они не способны обеспечить поддержку принятия решений и управления производственными процессами в режиме реального времени. А также в данной сфере наблюдается разобщенность и разрозненность многих-многих автоматизированных систем разных производств. И поэтому именно из-за этого одна из причин такой большой моей работы, объем работы и большой разброс моих задач является попытка объединить всех эти разрозненные области воедино. Так как мои как раз описанные системы, они контактируют друг к другу и взаимосвязаны. Это касается и отечественных и зарубежных? Я скорее рассматривала отечественных. Нет, не касается зарубежных. Отечественных. Отечественных бригад не позволяет вывести в полной мере все условия работы предложенных методов решения транспортной задачи при расчете командировок. Да, к сожалению, большое время работы не позволило мне очень подробно описать результаты работы модуля планирования локомотивных бригад. Я рассмотрела только для одной депо, это Боготол. Для данного депо, если посмотреть по табличке, в которой мы можем сейчас, в принципе, вернуться к ней. Вот результаты данного модуля, они показывают то, что плановое значение численности одинок фактическому, что характеризует нам корректную работу решения транспортной задачи. Однако, естественно, для полной анализа решения транспортной задачи необходимо рассмотреть все 34 депо и по всем 34 депо рассмотреть все виды движения, виды тяги и виды должности. Это очень большая, как бы, объемная работа, поэтому она была проведена. Уже была в год на числовую эксплуатацию, но в работе своей, именно в диссертационной, я этого не отразила, к сожалению, потому что и так было большое время работы, и уже не было бы удачи. Следующее замечание. В дзоре работ по тематике диссертации стала подписана публикация последних лет. Да, это справедливое замечание, к сожалению, оставила далеко не все работы, которые я рассматривала, но в моих публикованных работах, которые тоже приведены в список публикованных работ, приведена и современная периодика. Спасибо большое за замечание, Владимир Иванович. Следующий, Фруталинский Олег Иванович. Название работы слишком широко и не конкретно для гамитарской диссертации. Низлезообразно было бы конкретизировать название создательного субъекта исследования, в которой четко проверено. Я совершенно согласна на замечаниях, да, это был просчет, надо было мне поменять тему диссертации. Пункт 2, мере, можно отнести, предвесuchar и основанного пункта научной медлины. Формулировка задач еще не подразумевает, если я формулировал постановку и решение, достоверность и в основании должны быть подтверждена как научный результат, поэтому пункт 2 научной медлины должен быть включен как сострадная часть в другие пункты научной медлины. Я хотела сказать, что под формулировкой задачи мы подразумеваем, а так излагаем работу от Haia формализованной в постановку, поэтому мы и выделили это как пункт особенно научного медлины. Ну, к сожалению, изобилие, естественно, рассмотренных задач не удалось полным образом глубоко это исследовать, но эта задача была поставлена впервые для ЖД области, поэтому мы это выделили как основной полководческой. В работе неоднократно говорится об эффективности предложенных методов в алгоритмах. В пятой главе рекламируется проведение оценки эффективности разработанных систем управления. Но приводится только результаты проверки работоспособности, что не может восприниматься по последней эффективности. Спасибо за вопрос. В главе 5, как я уже сказала, и было приведено в докладе, был приведен, во-первых, расчет качественных показателей работы систем локомотивного парка, который может быть как раз-таки воспринят как показатель эффективности соответствующего использования локомотивного парка. Также было исследование эффективности построенных алгоритмов оптимизации. Тоже можно рассматривать как одно из эффективности построенных методов. Также это было уже приведено в внедрение и в опытную эксплуатацию, что уже принято заказчик, и он находится еще на рассмотрении. Вы же вопросы потом сможете задать, да? Да, конечно. Я думаю, что раз алгоритм решили мы такое регламенту, пока молчим. Спасибо. Спасибо. Не ладно. Сейчас просто если есть вопросы по ее ответу... Давайте по ответу, да, конечно же. Просто у меня вопрос был. Критерии эффективности, да, у вас работоспособность система удовлетворяет каким-то требованиям, которые вы нам привели. Совершенно без вопросов нет. Но какие критерии эффективности? Производитель из локомотивов, критерий эффективности. Средний пробег, критерий эффективности, да. Все-таки эффективность подразумевает какое-то сравнение с чем-то. Одно более эффективное, другое менее эффективное, да? Ну, я поняла, я поняла. А у вас, ну, бегает он быстро, ну и хорошо. Откуда мы знаем, что он бегает быстро? Ну, конечно же, да. Может быть, по другим делам алгоритм будет бегать еще быстрее? Да, в другом как раз вопросе... То есть, это я о нем. То есть, критерий эффективности, чем сразу? Работоспособность не вызывает сомнение. Ага, спасибо большое. Вот как раз в другом вопросе у Ильфандра Викторовича было то, что качественные показатели не сравнены с показателями реальной эксплуатации. Да, я согласен, это действительно просчет. То есть, нужно было сравнить эффективность реальной эксплуатацией. Следующее. Недостаточно построено применение методов формализации качественной информации для построения моделей прогнозирования пассажиропотока. Для этой цели можно было бы использовать методы теории массово обслуживания статистической модели. Несомненно, что исходные статистические данные для построения таких моделей имеются. Точные же прогнозы с использованием таких моделей выше, чем модели, основанные на использовании качественной информации. Данная задача характеризуется недостоверностью и неопределенностью показаний, что не дает возможность использовать вероятностные методы. Также, даже если предположить, что есть имеют эти статистические данные, эти методы не предоставляют возможности работы в режиме реального времени. Я использовала адаптированные методы. Они позволяют не анализировать свою большую массу статистических данных, а работать в режиме реального времени. Поэтому мы выбрали именно этот модель. То, что недостаточно точно, я бы сказала нейронные сети, это недостаточно точно. Нет, я там имел в виду нейронную сеть, а именно нечёткую часть. Наслое качественной информации. Это эмоции. У меня делено внимание вопросом обучения нейронной сети, нейронной сетевой модели, а также показания качества этой модели, что считает научную цену данных разделов. Спасибо, да, это справедливое замечание. К сожалению, большое количество рассматривающих задач и, как следующее, количество приёмных работ не позволило мне уголовиться в рассмотрении данных вопросов. Однако в моих работах, опубликованных в международных лучшую журналов, есть рассмотрение этих вопросов, можно там посмотреть. Также в моей дистанционной работе всё-таки больше внимания уделяется именно практической реализации, чтобы курировалась соответствующими грантами. И поэтому мы уделяли больше внимания именно разработке достаточно, может быть, более простых методов, но которые дали, к примеру, ремнилый результат за быстрое время. Ну, как вот в третьей голове. То есть мы больше внимания уделили всё-таки третьей голове, чем то, как это курировалось соответствующим грантам. Может быть, но у меня вопрос был. Практическая составляющая применения модели – это очень хорошо, но тут же вопрос с качеством модели. А где адекватность этой модели? Вы её практически применяете, а оттуда мы знаем, насколько она адекватна. Ну да, только инновационное моделирование можно показать. Так, по церкви Анатолий Даниловичу. На проведённом в четвёртой главе диаграмму класса нет полного описания во всех входящих них методов, что усложняет внимание программной реализации модуля квантального планирования содержания локомотивной григады. Да, вот здесь я даже не показала это, но действительно, в структурах данных, которые показаны в диссертации, нет у всех описаний методов, которые там входят. Я не стала описать, я описала только ключевые методы. Действительно, может быть, стоило не показывать тогда их на картинках или на схемах. При анализе качественных показателей системы планирования расписания автор неоднократно использует термин «объёмные задания», не раскрывая в полной мере реализацию планирования и объёмных заданий. Это не даёт возможности должного опыта анализировать их влияние на качественные характеристики планирования. Да, спасибо за интересный вопрос. Как указано в третьей главе, термин «объёмные задания» обозначает задания, которые получает планировщик на отправку заданного количества поездов в заданное количество времени. Для каждого из таких поездов создаётся тот же эффективный поезд, планирование которого соответствует планированию обычных поездов. Однако эти эффективные поезда конкурируют с реальными поездами за привязку теговых ресурсов. И также реальные поезда приходят обычно в планирование уже с какими-то теговыми ресурсами, а эффективные поезда приходят без ничего. Из-за этого они отбирают теговые ресурсы у реальных поездов. И это сказывается, естественно, на планировании. Приоритет планирования этих поездов менее приоритетный, поэтому такие поезда продвигаются в конец суток. И это влияет на расчёты качественных показателей. Именно средний пробег таких локомотивов учитывается меньше, что снижает производительность локомотивного парка и даёт немного неверную оценку производительности. Это достаточно интересный вопрос для нашего технического здоровья области. Спасибо. Теперь Дворкович Александр Викторович. Спасибо за внимательное пришление. Действительно много интересных вопросов. Первый вопрос опять про название. Я действительно забыла, что оно очень общее и справедливое замечание. Второй вопрос про положение уносимое на защиту, которое исследует немного не так формулирование. Ну да, я сформулировала немного неправильно, тем не менее, я согласна с этим замечанием, тем не менее, каждое моё положение раскрывается в соответствующей главе инсертации. Третий вопрос. На странице 18 используется Nissan 7 тем, корректный термин степень оптимальности. Согласно толковому словарю, оптимальный называется то, что является наиболее благоприятным и всего возможно наиболее подходящим. Да, возможно, в данном случае нужно было использовать термин степень эффективности. Более корректный был бы. Для ряда терминов специфичных для рассмотрения образца не даны определения или пояснения, например, нитка, тягуое плечо. Для терминов, введённый нами в ходе исследования, было даны подробные объяснения на странице 78 в начале 3 главы. Термин «нитка, тягуое плечо» я посчитала просто, что это очень известный даже за пределом жизнедорожной области термин, поэтому я не стала давать. А профессионализм «хвост», который дан на странице 19, там в кавычках, возможно, действительно следовало найти к нему более подробные разъяснения. Нечётко сформулировано, что такое интеллектуальные задачи. К сожалению, большой объём работы не позволил мне достаточно подробно описать, это описано только в одном издате. К интеллектуальным задачам относятся такие, для решения которых не найдено алгоритмов из последовательности элементарных операций, которые легко реализуются с помощью человека или компьютера, даже не знающих суть задачи. Конституционные задачи не требуют сложных рассуждений, изобретательности, высококвалификации. И процесс решения такой задачи подразумевает анализ данных и распознавание существенных фактов из данных, аналогию, индукцию и обладание науковой оценки своих результатов, обобщение и накапывание опыта. Не везде даны определения обозначений. На странице 53 не даны. Да, согласны данным значениям. Спасибо за неточность. История развития нечётко моделирована и представлена из личной подробной. В этот обзор обывали некоторые работы, из описания которых исследуют, что они относятся к теме, например, такие-то. Да, я согласна. Такие работы упали из-за того, что мои исследования строятся на гибридном подходе, использованные мультиогенной технологией и нейронных сетей, нечёткой логики. Поэтому они как бы попали как переход уже к следующему. Не поднятием пункт 3 порядка расчёта оставшегося рабочего времени в таблице 3.2. В этом пункте была опечатка, стоял пункт 0. У меня когда при обновлении документа, у меня был пункт 2 стоял, а при обновлении он стоялся пункт 0, поэтому непонятно. Так что, я думаю, если там поставить пункт 2, всё будет понятно. Запечатка. В выводах по третьей главе указано, что создана система планирования, моделирующая управление грузоперевозками на Восточном полигоне. В то же время, в основном главе не указано, как система планирования, привязанная к специфике Восточного полигона. Да, разрабатываемая система планирования эффективного расписания, естественно, может быть применена не только на Восточном полигоне. И даже в планах применения дальше стоит применение на Северо-Кавказской железной дороге. Однако, в главе 3, для некоторых рассмотрений некоторых перенечений, учитываясь именно в специфике Восточного полигона, например, для учитывания ограничения приоритета пропуска грузовых поездов, была реализована градация приоритета поездов, эффективность которой анализировалась именно в Восточном полигоне. Поэтому и там написано, что в специфике Восточного полигона. Страница 144. Процедура проверки статуса каждой секции в парке КПС придана с ошибками. Непонятно, что учиться, что не учитываться. Да, там вместо опечатка. В описании модуля к портальному планированию говорится об увеличении быстродействия. В то же время указано, что модуль разработан на Java, что не обеспечит максимальный быстродействие. Ну да, в описании этого модуля указано, что быстродействие делается за счет распороления процессов. Но выборы языка нам не предоставляли выборы языка, потому что данный модуль взаимодействует со множеством других модулей в проекте и службе, поэтому им было удобно, чтобы наш модуль разрабатывался на Java. В данной работе для моделирования процессов перевозок используется нечетко разноценная модель в ТСК-модель. Она, как за обыскивание этого выбора, произведена как преимущество в ТСК-модели. Разводы, но и недостатки сравнения с другими возможными моделями. Да, я согласна, в связи с большим объемом я опустила эти более-менее известные факты. Да, конечно же, существуют другие аналоги в ТСК-моделе, например, модель Момтани, как я уже говорила, я отвечала на другой вопрос. Ее преимущество, возможно, в том, чтобы она описывается на естественном языке, то есть у нее и нечеткие посылки, и нечеткие заключения. Однако, как я уже сказала, она не является динамической, поэтому не может быть рассмотрены для нашей задачи. При анализе результатов работы модуля планирования не указано допустимое значение отклонений результата работы от планировщика. Только сказано, что они находятся в пределах допустимого значения. Да, спасибо, я ушла в этом предокладе, я распечатала вам туличку. Что такое разряженная матрица? Это отпечатка, разумеется, разряженная матрица. При анализе качественных показателей модуля планирования расписания грузоперевозок было бы правильно сравнить полученные показатели с показателями реальной эксплуатации. Да, уже было такое замечание. Спасибо, да, я согласна. Действительно, качественные показатели должны быть сравнены с реальной эксплуатацией. Однако это было сравнено, скорее, уже при введении в опытной эксплуатации. Вот доклад я показала, насколько это позволило увеличить эффективность производительности производительности локомотивного парка. Спасибо за вопросы ваши. Уважаемые коллеги, есть ли какие-то дополнительные вопросы по диссертации, которые возникли после того, как вы формулировали их в процессе доклада? Да, я сказал, что так как у нас формат немножко другой, как у ВАПовских Советов, все члены Совета очень внимательно ознакомились с самой диссертацией, и поэтому уже в процессе доклада особенно вопросы возникают, они все уже заданы, все существенные вопросы. Так что мы, наверное, можем приступить к следующей части дискуссии. Что, мне обходить? Спасибо. Спасибо. Да, сейчас. Воздух на уши вы проводите. Прежде чем мы приступим к дискуссии по присуждению или не присуждению, хотелось бы услышать слово научного руководителя по диссертации. Я думаю, что здесь как научного руководителя требуется вообще-то характеристика работы соискателя, как подходит человек, насколько он образован, насколько он знает эту тематику, по которой здесь вся диссертация. Но, тем не менее, я думаю, что Нина показалась в своем выступлении очень хорошо рассказала, доходчиво ответила на вопросы. Я бы хотел сказать, что она действительно, ну, то, что она закончила фестер, с отличием, это уже характеризует о чем ее хорошо, она вдумчива, она очень хорошо работала в литературе, погрузилась не только в математические аспекты, которые здесь необходимы, но и в технические аспекты внедрения, потому что вот эта увлеченность ее внедренческой частью, то есть вот нужно было выполнить гранты, она немножко нарушила, так скажем, обычный традиционный, так скажем, ход защиты, когда сначала даются математические методы какие-то, алгоритмы, а потом говорится, вот это мы применяем к этой задаче, к этой задаче, к этой задаче, к этой задаче. То есть вот здесь задача фактически была ориентирована на решение ряд важнейших задач под грузоперемиском, которые уже такая у нас сегодня в стране, в частности, в системе АВД. Были рассмотрены разные методы, это и нечеткие модели, это и нечеткая логика в целом, это и адаптивные модели, это и гибридные модели, то есть фактически потом получился не альянс, то есть модели гибридные получились, которые действительно новые. Это сочетание нечеткой логики с обычной аналитикой, традиционной в теории управления системой принятия решений, но это вот такое сочетание, с одной стороны, сделало затруднительным аналитический анализ, например, то, что прозвучало устойчиво, а с другой стороны, позволило решить в требуемые интервалы времени эту задачу. Вина подчеркнула это, но, может быть, не совсем так акцентирована. Задача сумасшедшей размерности. Это только вот на этом восточном полигоне около десяти тысяч локомотивов. Это пятьсот с лишним ниток. Это огромные там, ну не знаю, сотни километров, тысяч километров, миллион даже на километрах путей. Потому что это две трети нашей страны. И вот решить такую задачу объемную, такую возможность, ну я даже не знаю. Владимир Горлович в свое время делал систему Сирена, участвовал. Ну, это был только один кусок, нужно было продать билеты, купить билеты, корректировать и все это привязать. А здесь задача была архитрудная. Почему? Потому что нужно было вписать вот эти трудовые, решить задачи перевоза трудовым транспортом, в задачи, в которых ограничения, помимо вот этих ограничений, там, на количество локомотивов, бригад, там, слотов и так далее, нужно было учесть, первый приоритет это скорые поезда, потом пассажирские поезда, потом перевозные поезда, и только потом на последнем месте идут товарные поезда. И вот нужно было вывести все ограничения, тиснуть как-то, учесть эти все ограничения при решении вот такой оптимизационной задачи. Поэтому даже конкретный алгоритм, который получился в сочетании алгоритма аукционов, метода и отжига, и наших адаптивных там алгоритмов и нечёткой логики, вот позволил решить действительно приемлемые сроки, то есть это примерно 20-30 минут нужно было решать вот эту оптимизационную задачу. Когда классические, даже есть оптимальные алгоритмы, они не позволяли в дом, в требуемое время решить такую задачу. Вот это достижение в диссертанке, и я считаю, что работа очень хорошая. Хорошая не только с теоретической точки зрения, но и с практической точки зрения, т.е. она практически начинает реализовываться, и в соответствии с актами реализовывается, вот это у нас на жизнь довольно трасса. Нужно отметить и самостоятельность большую, и я бы сказал, вот энергичность написания даже диссертации, у нас это первый совет, как она работала, как быстро отвечала на вопросы, как быстро реагировала на замечания, это тоже положительная черта соискательницы. Считаю, что я достойна для нашего, в исключенной степени кандидата Кейсов по специальности номер 5-12 года. Спасибо. Есть еще вопросы? Позвольте мне кратко доложить о заключении организации, где производилась апробация работы, апробация производилась на кафедре коммуникационных систем и сетей Ростовского физики и технического института. По итогам апробаций был сделан вывод о том, что диссертация Минашиной Константиновны, во-первых, соответствует на должном уровне. Новизное исследование – это достоверность, обоснованность доказанная. По итогам голосования 10 человек за, но мы с ним сдержали, что диссертация оказывает на нарушенную значимость и подтверждает готовность и идти в диссертационное исследование и получить по отзывам оппонентов. А оппонентов прошу про ощущения. Я прошу про ощущения. Оговорки связаны с пониманием старой процедуры, но мы сейчас оплатим по новой. Итак, были представлены два отзыва. Первый от Владимира Иосифовича Вигинца, кандидата в физико-математических наук. Отзыв в целом положительный. Замечания, которые были выдвинуты, осмотрены в ходе ответа диссертантом. И, в целом, отзыв, как я уже заметил, положительный и рекомендую при изучении ученой степени по специальности, но опять 12 или 1 или 1. Соответственно, второй отзыв представлен Строгановым Владимиром Ивановичем, доктором технических наук. Отзыв также положительный. Замечания и комментарии, которые были выдвинуты, осмотрены диссертантом и прокомментированы в ходе секции ответа. Отзыв был олифтный и рекомендуется при изучении ученой степени по специальности 05-13-01. Отзыв на диссертацию или на авториферацию? Я прошу прощения, отзыв на диссертацию. Что первое, что второе отзывы были представлены на диссертацию, не на авториферацию. Это что касается отзывов экспертов. Теперь, отзыв ведущей организации в целом положительный. Все завершения мы рассмотрели. На диссертацию также представлены два положительных заключения по апробации. Диссертант уже ответил на замечания, которые были выдвинуты в ходе этих актов по реализации. Соответственно, я думаю, что дальнейшими нашими шагами является, и если у никого нет вопросов на данной стадии, то мы утверждаем счетных миссий. Я прошу прощения. У нас еще предстоит обсуждения, в которой могут принять участие не только члены диссертационного совета, но и другие присутствующие. И вопрос к членам диссертационного совета. Мы можем объявить технический перерыв. Нужно ли это делать? Или не будем прерываться? А? Нет. 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 Тогда приступаем к дискуссии. Кто хотел бы выступить? Вот я бы хотел, если можно. Да, пожалуйста. Пожалуйста, представляйте где-то такого. Господи, уважаемый член советов, уже не гости. Меня зовут Андрей Тагмазьян. Я являюсь по профессии коллегой Инна Константиновна. Мы с ней, коллеги, уже практически в течение четырех лет. И, в частности, знаю эту задачу изнутри, можно сказать. И знаю работу Инна Константиновна изнутри. Поэтому, если позволите кратко, охарактеризую ее как научного работника, профессионала и ее работу. Стараюсь быстро. Но, прежде всего, я хотел бы высказать свое личное впечатление от настоящей защиты. Меня очень впечатлила глубина анализа членов совета этой темы. Не только диссертации, но и темы. Очень неожиданно прийти людям, которые, в принципе, занимаются ментальной наукой. И вдруг увидеть, что они очень по существу и в большом объеме вникли в такую очень даже маленькую диссертацию. Поэтому, ну, позвольте высказать вам свое действительно восхищение. Я не ожидал. И еще одно замечание. Извините, раз дорвался до витрины, до трибуны. Общего характера. Во всех практически отзывах, замечаниях прозвучало очень правильное замечание, которое у меня тоже возникло, к ее названию работы, к ее объему. Ну, уважаемые коллеги, я бы хотел сказать, что, может быть, это не только вина соискателя, а вообще вина нашей системы учебной. Потому что я вообще-то не замечал, чтобы нас вообще где-нибудь кто-нибудь учил писать научный текст. Понимаете? И вина была поставлена, как и многие из нас, в ту ситуацию, когда нужно было просто как-то изобретать это самому. И, ну, соответственно, первое, что приходит в голову, это соединиться, обобщить результаты и представить их. И, к моему огромному сожалению, и правильно по вашему замечанию сказано, потерялся тот уникальный вклад во всем этом объеме, уникальный глубокий научный вклад самого соискателя, который действительно в этой работе есть. И я про него знаю, как бы, и не по тексту. И я бы хотел о нем сказать, действительно, как, ну, Федор Федорович практически украл у меня все, ну, не украл, а отобрал у меня все правильные слова на эту тему. Но я рискну еще раз повториться, что, пожалуй, в наше время успех лежит именно на стыке технологий в какой-то, так скажем, может, какой-то интеграции. Нельзя взять какой-то один метод и все, ну, решить реальную практическую задачу, просто не получится. Или взять одно направление даже, ну, не получится. И Инна, я не побоюсь этого слова, успех. Профессиональный успех Инны как раз лежал именно в том, что она, ну, в общем, тренде наших разработок, она именно соединила как классические задачи оптимизации, так и вот не классические задачи, не четкую логику, нейронные сети своими руками. Она это соединила и добилась лично сама результата. Причем не по каким-то готовым постановкам. Вот я прошу обратить внимание, то есть это творческая работа, это научная работа. И вот умение соединить теоретическую научную работу с практическим применением, с воплощением этого, с написанием эффективного, хорошего хода. Это, ну, на моей практике не такой большой, но это все-таки большая редкость, которая присуща именно Инне Константиновне, как показывает мой опыт работы с ней. Ну, а в целом, вот все эти замечания, конечно, да, они по существу, но, как говорится, победителя не судят. И вот у нее есть результат, вот, ну, в частности, вот, когда она там соединяла, я помню, меня особенно впечатлил ее метод градиентного спуска, который был построен на результатах методов аукционов. Ну, то есть это уже какая-то многоэтажная, такое проектирование, многоэтажная работа, которая дает результат. Ну, и в других методах тоже. Поэтому, мое мнение, что это очень давно сформировалось, уже более двух лет, такое мнение, что, в принципе, наверное, Инна сделал работу на две диссертации кандидатских, вот. И я считаю, что она, конечно, достойна. Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто хотел бы еще выступить по поддержку инсультации, исследования? Я здесь хотел бы рассказать, почему все это появилось. Значит, были на кафедре четыре выпускника Фистеха. Это Николай Рябых, Ольга Цыганова, Инна Нашина, Катя Захарова. И вот я их бросил на эту задачку, потому что она появилась в НИАЗе. Ну, я сам не понимал, как это все делать. Ну, было ясно, что здесь никакой аналитики нет, здесь, может быть, только поисковые алгоритмы какие. Поэтому, как я сразу же обратился к специалисту по поисковым алгоритмам, Юрий Евтушенко, с которым мы окончали шесть лет на Фистехе, если участвовался, говорит, ты все-таки помоги просветить в области поисковых алгоритмов. Он говорит, ладно, хорошо, пусть ВЦ приезжает. Вот, кстати, Минашина с Захаровой поехали в ВЦ, там посидели. То есть, они там посмотрели весь обзор некоторых алгоритмов всех, и потом, в частности, они сделали обзор из алгоритмов, опубликовали его. То, что было рассказано, это еще часть, потому что будет еще диссертация Захарова, там другие поисковые методы. Ясно, что непонятно, как все это делать. Поэтому, ну, что можно было придумать? А, непонятно, как вообще перечислить все возможные варианты. Значит, вот на Восточном полигоне 3000 локомотивов, 10 тысяч локомотивных бригад. Значит, как перечислить возможные варианты и учесть все ограничения? Значит, учет ограничений, ну, что первое приходит в область? Значит, есть мультиагентные технологии, которые позволяют учитывать взаимодействие разных объектов, и тем самым, так сказать, учесть ограничения. То есть, в эту область можно перебирать. Ну, вот, значит... А потом, ну, вопрос глобальный. Значит, учитывая мультиагентные технологии, можно всегда получать допустимые решения. Вопрос, оптимальный или не оптимальный, это же другой вопрос, допустимый. Как оптимальный, глобальный экстремум никто не умеет искать, и они тут ничего нового не могли изобрести. Изобретали каким образом? Один поисковый алгоритм находил какой-то экстремум, потом применяли другой поисковый алгоритм. И если он, опять-таки, никуда не двигался, оставался в этом месте, считали, что это вот тот пошлинг. Так лет, на самом деле, нет, никто не знает. А, значит... Ну, пытаясь, вот, значит... Ну, что было главное? Главное, что они начинали решать, этот объект ни к какой математике, ни к какому отношению не имеет. Значит, надо было построить какую-то формальную модель, и потом уже к этой формальной модели применять все эти алгоритмы. Значит, вот был вопрос, а как вот зарубежный опыт? Ну, и надо сказать, что зарубеж нас обошел. Уже есть система подбора локомотивов. Значит, эта система внедрена несколько лет назад в Аксимбурге. Но там пять грузовых поездов в сутки проходит. Поэтому опыт внедрения этой системы, к глубокому сожалению, применить не удалось. Но вообще... В России, да, немножко разные, так сказать... Ну, и учтите одно обстоятельство. Вообще, говоря, на Западе, почему нет такой... Почему Восточный поликол? Потому что там действительно напряжен как-то. Там, так сказать, не хватает локомотивов, не хватает локомотивных бригад и так далее. Там одноколейка, надо использовать вообще оптимальным образом всю пропускную способность. Значит, на Западе действительно есть одни информационные системы, и не надо решать, так сказать, задачи. Потому что железная дорога, она не нагружена так. В Штатах, что там, железнодорожные перевозки, они есть. Но железная дорога свободна совершенно. Основные перевозки там автомобильные. В Европе, между прочим, тоже самое. Вот сейчас, может быть, китайцы очень интересуются российским опытом. Потому что в Китае сейчас будет тоже у них напряженная довольно железная дорога. Вот, пожалуй, так сказать... Ну и надо сказать... Я бы ещё раз хотел подчеркнуть, что вот когда начинала четвёрка решение задачи, ничего не было ясно. И ведь, как вот Александр Михайлович Лётов ещё бы получил, что 85% успешного решения прикладной задачи – это её формализация. Вот, была поставлена формальная задача и, значит, потом различные методы её решения. Я думаю, что в этой аудитории вы ещё услышите другие методы решения, подобного рода задачи, потому что здесь ещё не учитывались там ремонты паровозов, отдых паровозов, значит, локомотивных бригад и так далее. Вот, пожалуй, что я хотел вам сказать про эту историю, поскольку, как баран-провокатор, инициировал здесь все работы. Я думаю, что им вполне достойно присуждение двойника и педагога технически. Спасибо. Спасибо. Николай Александрович, спасибо огромное. А для остальных, да? А для остальных, да? Цыгановы и Карманды, да. Они устали от решения задачи и другая организация. Некогда произнесли. Да, да, да. Нет, Захарова осталась. Есть кто-то ещё, кто хотел бы выступить по презентации? В общем-то, у меня мнение о диссертации сформировалось ещё одно за счетом, потому что я с ним напомнился достаточно подробно. И, в общем-то, защита. У меня его мнение не изменило. Я ознакомился в то же время и с вопросами, замечаниями, которые были выставлены другими людьми, познакомившимися с работой, с темой и так далее. Ну и, как я вам только сказал, что это укрепило мнение, что работа очень достойна, и диссертант выполнил большую квалификационную работу, которые вполне заслуживают учёных техникум и технических наук. И, соответственно, призываем других членов комиссии операционного совета голосовать за прислуживание. Наверное, если нет вопросов и никто не хочет выступить, тогда мы можем приступить к определению счётника миссии. Мы откроем урну, покажем, что там нет дополнительных сведений и бумаг. Итак, по счётной комиссии, что мы делаем? Ну, предлагаю... Я предлагаю... У нас совет компактный. Да. Ну, предлагаю включить... Нам нужно три человека. Нет. У нас пятеро. Ну, трое. Вот, уважаемые коллеги, которые сидят поближе, предлагаю вас включить в счётную комиссию Овеньян, Мишневский и Проток. Значит, кто за, прошу голосовать. Никакой. Все за. Все за. Значит... Ну, тогда прошу, значит, счётную комиссию приступить к работе. Да, надо раздать. Ну, приведение раздаст учёный секретарь. Значит, а счётная комиссия вручается... Эдвард Циронович, я предлагаю вам стать председателем. Нет, вы её открываете, показываете всем, что там нет? А сейчас мы сделаем. Мы откроем её и запечатываем аккуратно. Угу. Всё, торжественно. Угу. 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 Ну, это чтобы точно все знали, что там ничего нет. Угу. 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 Так, нам нужна по председателю счетника миссии, если вы не против. Не, не, нам нужна подпись ваша. Это бумажки. Это все по-виному. Это X-Prom. Первое заседание по этому... Я посуду? Да. Да. А с iPhone 6. Спасибо. И теперь, я думаю, сейчас мы ее... Я в следующий раз принесу свою печатку. Вон, как серьезно все. Давайте, мы тогда сейчас раздадим. Подростки все раздаются. Больше, у тебя есть... Специально обученные вещи. Да. Применится еще раз. Все с собой. Да. Подписывать не нужно, нужно вычеркнуть лишнее. Вычеркнуть, вычеркнуть, вычеркнуть. Вычеркнуть лишнее. не нужны обучения то, что вы считаете неправимым, вычеркнули не подписывались, среди не подписывались так, так не напишите на литературе не по тебе, а в ютубе ну что, не выручен не выручен все сложительные вещества оригами под пять человек у нас расслабили Нет, нет, это на стороне Ну что, спасибо 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 Я понимаю Да, я понимаю Ну да, да, да Все документы опоздают Пять бюллетеней у меня в руках Все бюллетеней подтверждением «Да» Решение Решение В протоколе указано, что все проголосовали «Да» пять членов Совета против «Ноль», подержались «Ноль», недействительных «Ноль» Единогласно Прошу членов Совета Предлагаю проголосовать за утверждение протокола счетной комиссии Кто «За»? Пролосовали Да Единогласно Единогласно Все Торжественно запечатываем бюллетени, складываем в район деле и мы будем сейчас подписаться Так что мы можем поздравить Спасибо Спасибо Принимает решение не Совет Дальше это решение, конечно, должно быть утверждено Но решает Присуждает ученых Переводчики Переводчики Сердцев Переводчики Сердцев Переводчики Здесь маленькое сомчание Вы же сказали, что отц написано «На 10-16-й», «На 10-16-й», «На 10-й», «На 10-й», «На 10-й», «На 10-й», «На 10-й». Спасибо Ну давайте так, я предлагаю принять это заключение за основу, дальше если будут какие-то поправки, то пожалуйста, Алексею дайте Хорошо, сегодня разошлём, если будут замечания, в ближайшие пару дней, важно подправить На стихли Ну открываем Итак, кто за то, что вы приняли за основу? Да, 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 да 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 Ну, я бы не вас заинтересовал вам за спонят Потому что, на самом деле, стал стоять Всем спасибо Потому что у него всё понятно А здесь у него люди В этом году